Здравствуйте, пан Януш. Если можно, вопросы о творчестве мы зададим чуть позже. А пока хотим задать вопросы, ответы на которые интересно узнать нашим молодым пользователям. Ваше образование впечатляет. В Википедии о вас сказано, 14 лет поступили в морское училище в Колобчике, а через 5 лет получили диплом орика дальнего плавания. После получили образование в университете Торуне, изучали физику, защитили докторскую диссертацию. Одновременно получали образование на экономическом факультете, защитили докторскую диссертацию по химии в Лодзе, получили степень доктора информатики. Сейчас занимаетесь биоинформатикой. А скажите, почему вы так много учились и получили такое разное образование? Что вами двигало? Ответить на вопрос, почему я учился, очень трудно, потому что я буду всю жизнь еще учиться. Как я был молодым человеком в возрасте 15 лет, я хотел путешествовать. Это школа для моряков. Это не потому, что я люблю так, конечно, море, я просто хотел путешествовать. В советское время это не было так просто. Паспорты были в ящиках, но не дома, только на милиции. Потому это была возможность для молодого человека, у которого не было денег, чтобы путешествовать. Но я потом понял, что это не эта работа, которую я хочу делать. И начал университет. Я окончил физику на университете в Турнии. Потом параллельно сделал экономию. Потом сделал кандидатскую работу по информатике. И в конце я сделал докторскую работу по химии. Теперь работаю как информатик. Пишу программы для большой международной корпорации во Франкфурте на Манне, где я живу уже 28 лет. Писать книги я начал, как мне было, в 44. Очень поздно в моей жизни. Так просто случилось. Учился, потому что мне все... Я всегда буду учиться. А так что-то изменял и физика, и информатика, и химия. Так просто случилось. Не получил работы по физике. Начал учиться в информатике. Получил стипендиум в Америке. Сделал кандидатскую работу в Новом Йорке. Вернулся в Польшу. Пригласили меня в Германию, чтобы работать для химического института. И я сделал докторскую работу по химии. И теперь соединяюсь с информатикой, с химией. В физике я не работаю больше. Почему учиться? Я помню, как мне было 10 лет. Мой папа один раз мне сказал, как я не хотел учиться в школе. Он мне один раз сказал, Януш, если ты не будешь учиться, ты останешься политиком. И это был ужас, чтобы остаться политиком. И от этого момента я решил, что я буду учиться. Как вы все успеваете заниматься наукой и писать хорошее литературное произведение? Это очень трудно в последнее время. Можно сказать, как была издана моя первая, я думал в это время, в 2001 году, что и последняя книга «Одиносится в сети», это можно было соединять. Теперь у меня 18 книг на разных языках. И теперь очень трудно соединять эту работу. Я работаю 4 дня для корпорации во Франкфурте на Майне. Я решил не работать в пятницу. И остаются выходные, долгие выходные на мою литературную работу. Литературная работа – это не значит, что я только пишу книги. Я тоже делаю много исследований, чтобы написать книгу. Очень часто меня приглашают, как, например, теперь в Казахстан, чтобы встретиться с моими читателями. Последние недели я был в Кракове, где была книжная международная выставка. Сегодня я в Альматы, где тоже есть международная книжная выставка «Полифония». Две недели тому назад я был в Петербурге, где меня пригласили, чтобы встретиться с моими русскими читателями. Три недели тому, четыре недели тому назад я был в Львове, на Украине, где была книжная выставка. Вы знаете, почти каждое выходное где-то нибудь есть. И мне надо это кончить, потому что времени на писание книг нет. Но я хочу теперь решить, я хочу работать в этих двух областях, потому что писать книги и работать для корпорации, не для университета, для корпорации, в этом моменте очень трудно это соединять. И я просто, у меня нет личной жизни, и это нехорошо. Мне надо изменить, я бы хотел, мне надо решить. Но я чувствую, что наука, это как моя жена, потому что я подготовлю себя в жизни, чтобы работать в точных науках. А литература, можно бы сказать, как любовница. У меня есть роман с литературой. И как все мужчины, я думаю, что моя жена еще об этом не знает. А у вас есть кумир? В литературе? Я бы не сказал, что этот кумир. Я бы сказал, что я люблю одного писателя, я бы хотел писать, как он писал. Это Мария Ремарк, Эрик Мария Ремарк. Я читаю много его книг. Я думаю, что каждый год мне надо прочитать одну из его книг. Это плохо, потому что я читал «Ночь в Лизбоне» уже 20 раз. Ремарк – это этот стиль, этот жанр, этот тип литературы, который мне нравится. Других писателей никаких. Я пишу по-моему. Для меня в литературе самые важные истории, о которых я хочу рассказать. Не только форма, но и истории, интересные истории, которые я хочу рассказать. Чего больше всего вы хотели в детстве и юности? О чем мечтали? Писали ли вы в детстве? Ничего не писал. Я не думал, что я буду писателем. Так просто случилось. Всю мою жизнь учился в точных науках. Мне было 44, как я решил писать книги. Но не было плана, чтобы книги издать. Просто для себя, для электронного ящика в Франкфурте на Мане. Мне было грустно в этот момент в моей жизни. Я не хотел что-то против этой грусти сделать. Можно делать психотерапию. Но можно психотерапию – это разговор с собой. Там есть психотерапевт, но он молчит 90% времени. То же самое можно называть, как ты пишешь книги. Потому что если ты пишешь о чувствах, то пишешь о своих чувствах. Это как разговор с собой. Мне это помогло. Это первая книга «Одиночество в сети». Она очень грустная. И написана против грусти. И в грусти. Какие книги, на ваш взгляд, необходимо прочитать каждому человеку? Это трудно сказать. Есть так называемая классика, которую надо прочитать. В области русского языка, я думаю, я прочитал все почти в русской классике. Я знаю, что 50% людей любят Толстого, а 50% – Достоевского. Я в этих 50% с Достоевским. Мне нравится его. Литература больше, чем литература Толстого. Я прочитал, прочитал их. И надо все образованные люди прочитать. Это не значит, что современная литература не надо читать. Надо читать тоже современную литературу. Но классика – это главное образование, которое надо сделать. Без классики я бы не чувствовал себя образованным. Не только русская классика, тоже немецкая. Томас Ман. Немецкая или польская классика. Понимаю, что этот вопрос вам задают на каждом интервью. Но все-таки расскажите нашим пользователям, что заставило вас сесть и написать свой первый роман. Я уже немножко об этом рассказал. В это время, это было в 1998 году, я засчитал свою докторскую работу, и у меня был такой период в жизни грусти. Вы знаете, если что-то нибудь очень интенсивно делаете, я работал для корпорации, и параллельно делал докторскую работу по химии. Это очень трудно соединять. Я забывал о моей семье, я забывал о моих близких мне людях. Я получил эту докторскую степень, я почувствовал, что этот успех, он был пять минут, и потом я снова начал сходить в долг. Это называется на английском постсоксесс депрессион. Это депрессия после успеха. Много людей это имеет. И в этот момент, в этой грусти, я решил написать книгу. И это был главный повод. Если бы этого не было, я просто не был писателем, и мы бы не сидели в этом студии, и вы бы не делали со мной интервью. Так просто случилось. У меня не было плана издать эту книгу. Она была издана три года после этого, как я ее написал, в 2001 году. Случайно. Я не думал, что неизвестного информатика и химика с Франкфурта на май не будут издавать в Польше. В Польше буду его читать. Но начали читать. Книга «Одиноферская сети» явилась огромным бестселлером. Они читали это в радио, потом сделали фильм, который был в Польше очень успешный. коммерциально успешный. Много людей он не нравился. Тоже мне не нравился этот фильм. Потом начали делать переводы на разные другие языка. Невероятный успех имел эта книга в России. Они продали больше одного миллиона экземпляров этой книги. И до сих пор они ее продают. И так это все началось. Как вы отнеслись к такому успеху вашего первого произведения? Я долго не мог понять, почему так случилось. Как это случилось. Потому есть много писателей в Польше и в других странах, которые работают и ждут того успеха. И они только писатели. А мне так обычно просто случилось. Параллельно до моей нормальной работы. Я очень успешный в моей научной работе. Я был счастлив с успехом в моей научной работе. Я написал первые программы, которые переводить химические структуры в химическую номенклатуру. Первые программы такого типа в мире я написал. Я долго не верил. А потом понял, что люди читают. Это самый главный успех. Я получаю от людей их время. Есть так много книг. И в книжном магазине берут мою книгу и дают мне свое время, чтобы читать. Не верил в это. Теперь я немножко... Я знаю, потому что уже 21-й, 14 лет в этом бизнесе. Я теперь в 18-й книге немножко знаю, как писать и как с этим... с этой ситуацией жить. Расскажите, пожалуйста, как вы придумываете название? Одиночество, сети, бикини, повторение судьбы и другие. Все они подтягивают читателя. Некоторые книги я назвал, некоторые книги назвали другие. Например, это самый главный мой роман, первый роман, от которого начал я жить в литернатурном мире. «Одиночество в сети» это не мое название. Моя книга, как я послал манускрипт издательству в Польше, я назвал эту книгу «Чэт», как разговор по интернете. Но в это время, в 21-м году, «Чэт» не был так популярным. Это слово, английское, английское озвученное слово, и издательство не акцептировало этого названия. И потом один редактор, который прочитал эту книгу, рассказал, что это книга о одиночестве. И это книга о одиночестве в интернете, в сети. И так он назвал эту книгу. Потом все другие названия, это мои названия, я нормально называю мои книги в конце работы над книгой, не в начале. Никогда не знаю название этой книги. Это для меня проект номер один, номер два, номер четыре. И в конце, как я готов послать манускрипт издательства, я долго думаю над названием этой книги. Так просто случилось, что эти названия нравятся людям. Какое из ваших произведений для вас самое любимое? Это трудно сказать. Всегда последнее произведение самое любимое. Как маленький baby, ребенок, который родился и надо ему дать сердце и время. Но если бы мне спросить, какая моя любимая книга, очень личная книга, это на фейсбуке с сыном, это разговор хипотетический суралистичный разговор с моей мамой, которая умерла много лет тому назад на фейсбуке. Невероятно личная, очень эмоциональная история. С других книг мне очень нравится бикини, история красивой любви во время Второй мировой войны. Много работы, два года работы, потому что там есть много исторических фактов, с которыми мне надо было познакомиться. Я ездил и в Дрезден, потому что эта книга начинается во время бомбардировки Дрездена в 45-м году. Я был и в Америке с поводу этой книги. Мне она очень нравится. В два года они переводили эту книгу на 12 языков. А последняя книга, которая мне нравится, это Грант. она тоже издана на русском, на украинском языке. Это история гостиницы в Польше, Гранд Хотель Сопот. Это первая польская книга современная, которая была переводом, например, на урмянский язык. Никакого польского писателя не переводили на урмянский язык. Это была первая книга. Она тоже на урмянском языке. Издана тоже на русском. и на украинском языке. Какое из произведений писалось легче всего и какое из них было для вас самое трудное? трудное. это было как от сердца, от души. писал. Если бы мне издатель не наказал окончить этот проект, я бы его до сегодня писал. Но много страниц уже было, они хотели эту книгу издать. издатель что это история моя, моей семьи, моей мамы, которую я очень любил. Самый трудный проект это сказка. Вы не знаете, что я написал сказку для детей? Немножко научная сказка. Я объясняю, я пишу о вселенной. как объяснить, как это начало, когда это окончится, как включить физику, космологию в сказку, чтобы молодые люди поняли это. Это был очень трудный проблем. Специально для физика, который все знает и может математически все объяснить, теперь надо рассказать это мальчику или девочке в возрасте 10-11 лет. эту физику. Это был очень трудный проект. Есть ли в планах перевод ваших произведений на казахский язык? Был уже такой план. Почти был уже проект. Эта сказка Марцелинка, о которой я разговариваю. Два года тому назад мы начали говорить с людьми здесь в Казахстане, чтобы переводить эту сказку на казахский язык. Она переведена на русский, она очень успешная в Польше была и в России прекрасная иллюстрация. Я думаю, что в вашей стране, в двуязычной стране, это важно, что дети будут учить казахского языка и хорошего казахского языка, немножко научного казахского языка. И эта сказка был бы очень хороший начал, чтобы моя литература появилась на казахском языке, не только на русском. Можно время вернуть до этого проекта. Это небольшая книга. Я не знаю, откуда получить деньги. Были разговоры сделаны с... Потому что надо купить иллюстрации или сделать иллюстрации. Надо купить манускрипт от издательства в Польше. Это нужны небольшие, но деньги. Были между мной и сетью книжных магазинов меломан разговоры об этом. Но как-то окончились. Может теперь во время этой визиты теперь в Алматы мы вернем до этого темы. Я бы очень хотел, чтобы эта сказка была моей первой книгой. Не последней, но первой книгой на казахском языке. Центр ваших произведений отношений мужчины и женщины. На ваш взгляд, какими качествами должны обладать современный мужчина и современную женщину? Я бы знал, какими качествами. был миллионер, потому что это значит, что я бы знал формулу счастья. Я думаю, что самое главное, чтобы люди хотели с собой разговаривать. Это самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной. Это что я хочу прийти дома и рассказать, что случилось в моей жизни этой женщине и другой женщине. Разговор самый главный. Если люди теряют эту возможность, если они не хотят с собой разговаривать, это конец всех отношений. В моем возрасте я уже это знаю. Если математически, я бы сформулировал формулу счастья в отношениях это 90% интересных разговоров и 10% интересного секса. Какую музыку вы предпочитаете? Разную. Я пишу свои книги всегда, когда есть музыка. В моем офисе, поэтому я всегда пишу, когда я одинокий в офисе или дома. Иногда слушаю классическую музыку. Если я писал, например, «Одиночисцы в сети», это очень грустная книга, слушал грустную музыку. Например, для «Одиночисцы» нехорошо слушать Моцарта, потому что он очень весолый. Но Шуман и Бах и Бетовен очень патетические, очень грустные. Но не только классическую музыку. Я тоже слушал в это время, я помню Леонарда Коэна. Я не знаю, если вы его знаете, то американец, канадийский. Он пьет прекрасные, интересные, очень грустные баллады. Я слушаю почти всю музыку. Интересный может будет сюрприз, я слушаю тоже хип-хоп, потому что в хип-хоп есть много интересных текстов. Хип-хоп рассказывает невероятно интересные истории о современных отношениях людей. Я слушаю тоже рэп на многих языках, на немецком. Можете себе представить рэп на немецком языке? Для некоторых это невозможно себе представить, он красивый, если ты знаешь немецкий язык. Я слушаю классическую музыку, но не современную, которую я не понимаю. Я люблю Шопена, но все поляки любят Шопена. Не можно жить без Шопена. Я люблю кантри мюзик тоже, американский кантри мюзик, потому что они тоже рассказывают интересные истории о жизни. Я без музыки просто не пишу моих книг. Всегда есть музыка. Если я пишу в моей книге, например, я написал книгу «Любовь и другие диссонансы», героем этой книги, это было соваторство с русской писателькой Ирадой Вовненко из Санкт-Петербурга. Главным героем этой книги есть музыкальный критик. Чтобы подготовить и писать от имени музыкального критика, я прочитаю почти все о композиторах, которые появляются в этой книге. Если я писал о Паганине, я слушал о Паганине. Если я писал о Шумане, я слушал Шумана. Если я писал о Рахманинове, я слушал его музыку в это время. Музыка есть всегда в моей литературе. Почти нет романов, в которых нет музыки. Спасибо за беседу. Всего доброго. Очень приятно мне, что я мог приехать, прилететь снова в Казахстане. Мой третий раз. Я очень рад.